гигук про манга забыл как она там называется что-то там раб что-то там война что-то там бла-бла ну короче вот слышал я о ней по моему она от какого-то автора который что-то уже делал но я забыл какой автор и чем там делал но неважно я слышал что она про фан-сервис первую очередь пертом вроде как довольно хорошо выполненный поэтому может быть когда-нибудь доберутся руки автора гамма кстати на удивление много чего интересного делал по крайней мере я не знаю который из авторов ну типа вроде который именно за сценарий текти за текст отвечал так народ выслушайте меня рабство это плохо хорошо начали но я постоянно нахожусь в поисках нового хорошего аниме новой хорошей манги и в эти дни мы избалованы выбором недавно я закончил второй сезон саги о винланди и этот шедевр потряс меня до глубины души это сильнейшая история человеке которая не просто увлекать которого нет врагов смотрится она может изменить ваш взгляд на жизнь такие сериалы напоминают мне за что я так люблю аниме но в этом бесконечном путешествии иногда бывают дни когда я вспоминаю минуточку я же а ну блин само собой это я влюбился такие тайтлы мне кажется смотреть не в блюрей себя не уважать что если я скажу вам что обнаружил напряженную сёнун экшен мангу с потрясающим рисунком о попадании в рабство к армии безумных анимешных тян в военной форме которые и зад надерут и на лицо присядут в каждой второй главе я знаю что вы скажете черт гигук я по-твоему какой-то стремный извращенец я тебя прошу перестань пытаться увлечь меня своими хентайными фетишами так а как она называется короче говоря бывают моменты когда я хочу напомнить людям что я всегда стремлюсь находить новое шедевральное аниме или мангу и доказать миру что я до сих пор функционирующий член общества затем вспоминаю что я играю фон каста рэйл привет я гигук если вам нужно ежемесячное напоминание что я все еще параша вот манга где на парня наступают горячие девочки пока вы не начали поднимать брови я хочу сказать я не специально искал такую мангу так сложилось что это манга нашла меня верим верь мы же все верим да ваша честь я зависал в местном магазине манги когда мой взгляд зацепила обложка манги со смотрящей на меня с высоко девушкой в военной форме я кстати не удивлюсь на самом деле что возможность прочел тон изначально сам на самом деле ну типа вполне но именно что именно обзор вот именно сейчас то как бы тут уже чуть больше сомнений от которой исходила чистейшая наступи на меня энергия с одним гигантским словом позади нее раб и мой мозг такой матос и хайно слэйф или раб спецотряда демонического города задают простой философский вопрос всем парням мира ты отдал бы достоинство за то чтобы на тебя наступили горячие анимешные девочки да да в мире манги в 2020 случается апокалипсис по всей японии открывается портал и в демонический город откуда приходят монстры устраивающих катастрофы по всему миру к счастью с монстрами приходит и инструмент для борьбы с ними персики загадочный ресурс дающий людям сверхъестественные си фрукты звон писа филы но эти способности получают женщины и только женщины это точно не контакт баланс между мужчинами и женщинами полностью меняется теперь мужчины внизу социальной иерархии а эндрю тейт становится эндрю кексиком однажды юки вакура просто парень идя по своим делам внезапно обнаруживает себя в демоническом городе лицом к лицу с армией монстров к счастью человечество создал для борьбы с демонами специализированный боевой отряд из сверхсильных девушек персиков и командир седьмой группы подоспевает как раз в форме чтобы спасти его это кеука узен со способностью создавать кстати я вот понял реально шутки шутками да это звучит как хентайный ханкай в плане типа вместо валькирии вот эти женщины и если нам нужен insert персонаж которого вот за которого мы будем играть вот это вот наш герой то есть вот как выглядел бы ханка импак 3 если бы он был бы очередной гачи изначально вот так вот он бы выглядел ну понятно не в деталях а в общей идее я знаю что это звучит плохо но короче она предлагает подчиниться ей что позволит ему задействовать его сильнейшую способность рабство боже он принимает супер мощный боевой облик в котором громит армию монстров это дает ему шанс стать героем какие он всегда хотел но к сожалению мужчины не могут вступить в отряд по уничтожению демонов однако они находят небольшую лазейку он вступает в седьмую группу и переезжает в их общежитие к недовольству всех живущих там девушек ему предстоит показать себя став заведующим что означает выполнение работу по дому и готовку блюд на кухне знаю по такому описанию это звучит как какая-то странная гарем на эти фигня но выслушали так это и есть гарем на эти фигня но от этого же произведения сразу плохим не становятся же не правда ли это хорошая странная гарем на эти фигня это мангу написал человек сделавший оу о нет ладно независимо от вашего мнения об убийце акамы и видит бог у меня есть мнение думаю ван кстати опять же манга и аниме не одно и то же но мы все можем согласиться эс дэс чертовски горяча представьте убийца акамы где все девочки эс дэс на любой вкус и все эджевое насилие и смерти персонажей заменены на хорневость эс тира это и есть раб спецотряда я давно так сильно не наслаждался эти сериалом и да чтобы сделать хороший эти сериал мало ткнуть в лицо сексапильными девочками и на этом закончить это правда последняя хорошая эджи штука которую я читал это как он называлась черт инукай сан что-то там пес бла 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 короче я про пса манга то что ты любишь анимешные сисечки не значит что ты лишен утонченности может я и дегенерат так это буквально эджи буквально аналог эротики потому что типа следующий это уже хентай это но я дегенерат за стандартами я не стану смотреть сериал где нет ничего кроме эти сцен и фан-сервиса этого могло хватить когда я был тупым 14-леткой ну ёп вашу мать есть такая вещь как хентай это как эти но там не обламывают сериал должен цеплять чем-то еще классным экшеном интересным миром любопытным романом сюжетом но не менее важно то как в сериале реализован фан-сервис да постановка кадра если это манга то как панельки мы используем опять же почему я считаю пса отличная именно в плане техническим да потому что у него использование панелек но просто next level совершенно уникальное что вес не ожидайте что один вид сочных анимешных ляжек сорян отвлекся не ожидайте что один вид сочных анимешных ляжек меня впечатлить и чего я абсолютно терпеть не могу так это когда фан-сервис мешает действию ничто не убивает экшн-сцену быстрее чем когда идет захватывающий бой ты полностью ему влечен твое сердце стучит сейчас будет нанесен следующий зрелищный удар и тут сериал такой секундочку анимашные сисечки так продолжаем если добавляете фан-сервис держите его отдельно или еще лучше работайте с ним фан-сервис должен быть перчинкой в блюде и я хороший тайский парниша мне мало чуть-чуть перчинки я люблю когда перчинки много но это не значит что я хочу тарелку каролинских жнецов и я не буду рад если вы польете мою еду соусом чили если этой едой будет ванильное мороженое к счастью раб спецотряда прекрасно знает как и когда следует добавлять перчинки подвох силы кёуки в том что после каждой битвы она должна вручить награду своему рабу пропорциональную потраченной при использовании силы энергии и при этом она теряет контроль над собой и ее тело действует само по себе пока награда не будет получена полностью и скажем так эти награды как юго-восточный азиат я ими горжусь это значит что дегенератство никогда не встает на пути у экшена вместо этого они работают рука об руку потому что фан-сервис соразмерен экшену который ему предшествует ловы с быстрыми и легкими драками вознаграждают небольшим подразниванием они только слегка щекочут шары но когда ты видишь эпичные на несколько глав бои в конце арок то с предвкушением понимаешь что когда бой закончится ты получишь в равной степени эпичную напряженную откровенную дегенератскую эти сцену не спут это интересная концепция в плане ожидания посланную тебе богами леди и джентльмены представляю вам дегенератство павлова я твердо убежден что раз уж идете путем дегенератства идите до конца вы думаете я бывалый анимешник буду впечатлен смотря как миллионный глупый герой случайно зайдет в женскую раздевалку а нет бака хентай нет к счастью этот сериал не сдерживается ни в экшене ни в культуре согласно лору каждая награда основана на подсознательных желаниях юки к счастью для читателей наш пацан типичный игрок в геншин импакт он строит по кирпичикам ёбаную стену разврата начиная с обычных поцелуев по ходу сериала награда становится все пикантнее как будто он перебирает всю библиотеку хентайных тегов не нравится главная девочка не волнуйтесь манга представляет буквально армию из мамочек спермодемонов вайфу чьи формы приравниваются к оружию и еще подойди расскажу небольшой спойлер кёука может делиться своей силой ты знаешь что это значит к тому что отличает раба спецотряда от всех других заурядных эти сериалов в нем есть сюжет не стану лгать что фан-сервис не одно из главных качеств но это не значит что тут нет других достоинств тот же экшен в самом деле крут и выходит за рамки я одолею тебя с помощью силы дружбы и сищандер уникальные силы девушек придают экшену больше объема чем просто я тебя ударю я реально сильно тебя ударю у каждого боя есть собственная тактика зависящая от участвующих в них сил у этой девушки есть завор до которой она активирует ебучий джоджо позой у другой есть способность питон она заранее задает движение своего тела будто чертов программист есть милфа забыл какие у нее силы и на том же уровне продуманы персонажи и мир вокруг них с такой концепцией можно было легко расставить повсюду картонных вайпу и докинуть дурацкий бессмысленный сюжет чья единственная задача вести от одной эти сцены к другой попадается и такое но у каждой девушки есть своя предыстория мотивация двигающий сюжет мы видим их развитие драма и не только в плане числа способов которыми они могут сесть на лицо героя мы узнаем больше о социальном строе и взаимоотношениях монстров и борцов с демонами семейные драмы уровни сил рейтинги сил турнирные арки буду честен эта история не получит наград в обозримом будущем но делает все что от нее нужно она вызывает приятное ощущение в той части мозга которая хочет взять попкорна и втыкать в типичный экшеновый сенан когда говоришь с анимешниками на тему постыдного удовольствия многие повторяют одни и те же названия школа мертвецов старшая школа dxd любой кто посмотрел эти сериалы полностью отзывается о них с теплотой они знают чем они привлекают они знают свою целевую аудиторию и если вы не любите такие сериалы то они не изменят вашего к ним отношения но если вы попадаете в целевую аудиторию если вы без проблем признаете что в вас дремлет дегенерат то это как есть макдональдс от повара трехзвездочного мишленовского ресторана не врите это не постыдное удовольствие это удовольствие которых вы не стыдитесь они не только дают вам пиковый гурманский фан сервис которого вы хотите но и достаточно уважают вас чтобы дать вам причину смотреть когда вы достигнете ясности после оргазма раб спецотряда из таких он знает чем является и посвящает себя тому чтобы быть лучшим в том чего он пытается достичь так что если хотите мангу которая делает хорошо одну вещь и эта вещь наступающий на тебя сильные сексуальные аниме тянки в военной форме с бонусом в виде приличного сюжета персонажей и чертовски хорошего экшена то раб спецотряда это манга для вас подводя итог продано ой это кстати наверное адаптированный мем не знаю что они делают спасибо за просмотр поддержите нас на бусте и смотрите ролики единственная единственное чем можно переживать это адаптации вроде делают непонятно кто если память не изменяет ну опять же манга никуда не денется если чё ну опять же нужно чтобы баланс был насчет между кучей и а ладно 7 arcs блин правда 7 arcs раньше я бы сказал в принципе профильно взяли 7 arcs сейчас они в последнее время в не лучшем состоянии ну ну опять же ну качество техническое довольно низкое о чем речь то есть то что изначально материал был хороший как бы не не сильно не не от них это зависит типа что что они вообще в последнее то есть последний выглядящий проект кроме фильмов на нахи какие ну cg и гг в трейлерах местами уже есть а ну да еще же тут же большие монстры могут драться они то тоже неком сайте проблема вытянут ли action еще до 100 достойно конечно по этому игру неизвестно будет ли ок или не ок в плане адаптации но манга опять же никто не денется если что но в любом случае это ролик гилга как всегда довольно хороший даже если он просто рекламный будем верить что нет мы же верим а короче не ткани я понял тебя мудак понял оксайд ну как говорится у всех есть недостатки что поделать конец записи а конец записи внизу ссылки на оригинал на джошизо лайки подписки все теперь точно конец записи